Здравствуйте все те, кто будет смотреть это в записи. Я приветствую вас на очередном акте либо лакерства, либо унижения, тут как пойдет, в Азурлейне. То есть, как вы понимаете, у нас новый ивент, долгожданный ивент. У нас добавили множество новых кораблей, ну как множество, по стандарту на самом деле, я думал, что будет 6 новых корабликов, кстати, да, обратите внимание, обычно на новых ивентах 2 фиолетовых корабля в баннере, но вот сейчас только один. То есть, программа минимум, то есть, то, что нам точно надо достать, это Сакаву и Хагуру. Мусаси я в случае чего точно вытяну за хвосты гарантом, есть для этого и золото и кубы, а вот Сакава и вот эта хулиганка, как меня поправили, а не готичка, хотя по всему виду, по-моему, мне кажется, она готичка, хотя, опять-таки, не все хулиганки готички, зато все готички хулиганки, наверное, как-то так. Ладно, поехали, поехали, будем надеяться, так, давайте вознесем молитвы нашим властелинам Гачи, клянусь, что буду делать чаще обзоры, буду отдавать все свое свободное время на них, буду радовать своих зрителей топовым контентом, ну и буду больше булить буллеров, ой, наоборот, меньше булить буллеров, хотя они этого заслуживают. Погнали! Так, давайте, мне не нужны вот эти вот всякие ваши уведомления, предупреждения. Привет, Оклахома, рад за тебя, что ты опять у меня. О, ну все, все, ну это, это обряд, ребят, уже традиционный, куда ж без них. О, еще и худ. Она, кстати, из золотых кораблей, это самый часто встречаемый у меня на аккаунте, золотой линкор. Ну, это, знаете, такой разминочный тенролл, на котором никогда мне ни черта не падает. Приветствую. Так, а можно уже кому-нибудь новенького? Ну, на второй тенролл пора, ну давайте, давайте. Давай, гачи, порадуй меня, ну пожалуйста. Ну, ну хватит, уберите. Уйдите, уйдите. Ну, вы все поняли, да? Уже второй тенролл, где меня крепко так... Так, 4.25, но это, по-моему, не... Я не знаю, какие тайминги, если что, ребят. Надеюсь про... У-ху-хууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу так уже неплохо уже неплохо так это у нас был 3 ten roll шикарно а вот и хагу раз так осталось только сака вот ну давайте три полки шикарно надеюсь завтра в аркнайте также повезет просто ребята я готовился я фармил золото но это всегда так просто страйк просто три топора выпали джекпот сорвал дядя все три корабля которые падают только отсюда прям вот так вот сразу с 1 ten roll и выпали ну прекрасно прекрасно да ребят я лаял я удачливы мало как бы да так ну чтож погнали смотреть прошлощение туда так sakura empire погнали так с мусаси эти сразу фаворит фаворит лишнее снимаем это пока только обвесов касается дальше посмотрим так понятно у нас там она еще немного ленивая ну начнем с главной звезды этого ивента а именно с мусаси ну это эту улыбку точно надо защищать она конечно немного ехидная но тем не менее я думаю по-своему доброе так погнали смотреть что у нас тут встречает нас тут встречает сначала бараш который со стопроцентной вероятностью вылетает после залпа из орудий главного калибра это прекрасно так если установлен хотя бы один эквип а нет мэнган эквипп прошу прощения это орудие главного калибра фракции сакура эмпайр ну тут видимо предполагается что вы будете ставить его родные стволы спойлеры но хотя для кого спойлер для кого нет но тем не менее эти орудия вы можете взять в вент-шопе естественно если сегодня я быстренько бодренько буду фармить то может быть даже успеем их рассмотреть так так же спеша бэрэш так ну понятно то есть по моему кто-то что-то не дописал видимо надо самому додумать да но тем не менее мы видим за что этот бараш наносит снаряды этого баража я не знаю там еще этот бараш состоит но тем не менее они обладают плюс 50 процентов крит шансу а вот что там дальше ну light скорее всего light броня что-то там да ну сами все видите да никак не не известно что там дальше скрывается но опять-таки если что я думаю в ближайшее время это все поправят дополнит и я уже в закрепленной записи в комментариях которые как этой записи в закрепленном до комментарии укажу что там разрабы забыли дописать но окей окей не заглядели так далее тут все уже нормально увеличивать данному кораблю огневую мощь на 20 процентов и точность на 5 процентов если тоже опять таки вот тут уже как бы неважно какой эквип фракции сакура эмпайр то есть японский будет размещен но опять-таки если вы поставите орудие они будут работать и на первое умение на второе так вот если вы поставите этот самый какой-то обвес увеличивает данному кораблю точнее ну увеличивать стат перезарядки просто иногда путаются люди да конечно как увеличивается то есть медленнее перезаряжаться нет наоборот быстрее будет перезаряжаться естественно то какой смысл от этого бафа так и увеличивает крит урон с орудий главного калибра на 15 процентов неплохо неплохо так когда начинается бой если этот корабль не размещен на позиции флагмана или же в общем вот речь идет о вот этой вот полоски гарантированного обнаружения она обычно есть только у авианосцев на airspace control статус из ноты ну то есть вот видите то есть если этот самый airspace control статус и последний у нее будет такой статус это предположительно но обычно такое встречалось только у авианосов вот если этот самый статус в состоянии то есть не обнаружен или типа равен я так понимаю да то есть вот еще немного его обнаружат уменьшает опять-таки видео тут тоже не дописали что что-то тут неизвестное то есть разработчики это сильно торопились несмотря на то что им потребовался дополнительный час на техобслуживание они не до конца доделали свою работу не интересно вот а отдел контроля качества вообще присутствует тому манджей то как вот это можно выдавать кто 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 это проверял кто утвердил что можно такой скилл как бы да ну вообще умение данного корабля который является ну по сути центральной фигурой годовщины японского сервера но как можно было не досмотреть но тем не менее так вот если статус от этого гарантированного обнаружения ну тот который я уже назвал то есть да когда она не обнаружено то уменьшает получаемый ею дамаг на 30 процентов то есть несмотря на то что она что-то будет получать например там от лодок коммуникации или от авиации то этот урон будет проходить меньше то есть она будет жить лучше я так понял вот а что вот там вот дальше я понятия не имею но думаю что-то хорошее ну так допустим допустим давайте сака вы посмотрим и так подожди преждевременно в скинчики лезть так увеличивает данному кораблю показатель торпед на 20 процентов один раз за бой когда данный корабль получает тот в общем урон который превышает пять процентов и и хп я так понимаю то есть это речь не о том что эти что там типа у нее должно было снова оставаться уже 5 процентов здоровья или например что в общем тут речь тут речь о том что если урон вот возьмем знаете что у нее там хп 10000 хп да вот такой вот у нее абсолютное значение вот 5 процентов это у нас там 500 да то есть вот если пройдет там 501 вот она может выпустить щиты которые так то выпускаются щиты так понимаю перед ней и они ппп в я так понимаю и хп равняется десятью процентом ее показателя здоровья я так понимаю если данный щит уничтожен увеличивать данному кораблю уклонение дамаг на 15 процентов до конца боя опять-таки неплохое защитное умение и к тому же еще вот эти бафаются торпеды так далее уменьшает получаемый урон от вражеских торпед на 20 процентов вот только правда у нее самой то есть мы вспоминаем про ее сестру ношера которые тоже именно что улучшает выживаемость кораблей авангарда от торпед да но всего авангарда именно что а это только себя бафает на такую такую жизнестойкость скажем так а когда данный бой когда бой начинается и каждые 20 секунд первое один раз за бой если хп данного корабля падает ниже 25 процентов ну то есть тот пример вы помните до 10000 у нее осталось две с половиной тысячи да вот когда только стало 2499 ей восстанавливается 10 процентов хп ну то есть восстановится 1000 да в моем примере так а если ну то есть опять таки да вот сразу с началом боя она во первых да вот может восстановить то есть допустим бой закончился и у нее меньше 25 процентов здоровья так понимаю но это правда один раз в бой ну или там опустилась течение боя ниже 25 процентов но также когда начинается бой каждые 20 секунд впоследствии она себе когда я запас здоровья больше 20 процентов она может выпустить специальный бараж и увеличить себе крит шанс на 15 процентов в течение 15 секунд он сразу после выпуска баража если данный корабль потопил три более вражеских корабля за бой уменьшает получаемые дамаг на 20 процентов на 15 секунд прекрасно так ну и тут бараж после каждых 8 выстрелов из орудий главного калибра это стандартное умение неплохо неплохо на самом деле но звезд звезд с неба не хватает но неплохой кораблик ну для золотой рарности нормально в принципе но пятки ребята если что крейсера класса агана сака вы это именно представители этого класса они были дайте крить объективно паршивенькие они были то есть они уже были построены в течение войны и там нет хорошей жизни пришлось резать основные боевые характеристики этих крейсеров поэтому даже хотя бы такие умения и такие ттх уже неплохо для корабля этого класса так агуру увеличивает данному кораблю дамаг по эсминцам и легким крейсером на 15 процентов каждые 15 секунд есть 75 процентный шанс выпустить специальный бараж а какой эффект а понятно то есть если бараш не прокнул то у нее просто восстанавливается 3 процента хп от ее максимального запаса здоровья ну окей ладно так когда данные корабль попадает своими торпедами по врагу у данного кара или положите вензе ships hits and enemy white я вот не понял ей надо попасть торпеды или по ней должны попасть торпеды логично все-таки второй вариант потому что у нее есть да но так понимаю тот про я не вижу здесь никаких стаков то есть видимо что и надо один раз получить торпеды у нее сразу увеличится уклонение на 10 процентов в течение 10 секунд наверное так она и есть так далее когда ваш авангарду корабли вашего авангарда получают дамаг получают дамаг тоталов ты ну я понимаю от 10 ну средств поражения противника это предполагает то есть неважно что это торпеды снаряды и так далее но тем не менее да то есть вот что какой-то был вы были короче в какое-то воздействие оказали на ваш авангард уменьшает у данного корабля удачу на 5 единиц но я так понимаю взамен этого дамаг который получает ваши корабли авангарда я понимаю что а ну да и дамаг короче получаем и вашими кораблями авангарда я забыл что-то уменьшение работает и на ее удачу и на получаемый урон кораблями вашего авангарда вот так вот то есть она то понизит себе чутка удачу но зато тем остальным включая себя так понимаю повысит стойкость к вражескому урону на 10 процентов ну то есть получаемый урон ну неплохой танк для фиолетовой рарности в принципе неплохо но не более того то есть да это не какой-то дикий дамагер не какой-то дикий баффер просто корабль ну для тех у кого знаете кокора не начала прям стремиться к ней да там стучать быстрее при виде нее но это корабль плюс коллекцию таких людей у кого вот нет того что я сейчас перечислил таких вот чувств теплых вот а если есть ну качайте смело дизайн-то неплохой опять-таки очень качественно мало и честь художников так ну что ребят вот такие три корабля я получил в принципе остальные два можно приобрести но один из них это эсминец вакатсуки естественно я буду пытаться достать либо с локации либо с ивент-шопа если вдруг совсем уж удача оставит меня ну а милки смесь милки можно вытащить только за накопление валюты то есть надо набить 10 тысяч и тогда миленькая лолечка окажется в вашем распоряжении ну что ж я прощаюсь со всеми теми кто будет смотреть это в записи желаю вам удачи надеюсь что властелины гачи одарят вас своим благорасположением и все новые японочки попадут к вам в руки до свидания Субтитры сделал DimaTorzok